Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад всех приветствовать. Сегодня хотелось бы поговорить о том, что Центральный банк России поднял процентную ставку, Федеральная резервная система опустила процентную ставку. Но давайте, наверное, сегодня поговорим больше про процентную ставку со стороны Центрального банка, повышенную до 19%. Многие ждут всегда от меня оперативных каких-то реакций по этому поводу. Для меня важно получить комментарии со стороны Центрального банка, то есть чем обусловлено рост процентной ставки. Я всегда говорю о том, что ключевым ориентиром для денежно-кредитной политики Центрального банка является уровень инфляции. Во-первых, а, сама по себе инфляция, второе, инфляционные ожидания. У нас есть очень сильное давление на инфляцию, то есть, что значит давление на инфляцию, что влияет на изменение цены. На изменение цены, соответственно, влияют и сдержки, и мы об этом уже говорили, и спрос. С начала 2024 года реальные располагаемые доходы населения, по оценкам различных аналитиков, составили от 20 до 30%. Берут среднюю температуру по больнице, да, то есть, денежная масса, денежные потоки, которые поступают в российскую экономику. Да, это преимущественно ВПК, с одной стороны. С другой стороны, идет конкуренция за рабочую силу, то есть, у нас недостаточно работников для того, чтобы удовлетворить тот импульс, которым стимулирует государство ВПК, и когда за эти трудовые ресурсы начинают бороться, то, соответственно, происходит повышение заработной платы. А как еще бороться? Вот этот вот импульс, бюджетный импульс, да, который был, по сути, государство сразу дало очень много денег, да, все, что связано со спецоперацией, и производственные вещи, и денежное обеспечение военнослужащих, и частичная мобилизация, ужесточение миграционного законодательства, девальвация валюты, что экспаты, которые находились на территории России, я сейчас говорю про менее квалифицированные кадры, они в долларах стали зарабатывать меньше, кто-то возвращается, да. То есть, происходит некое вымывание рабочей силы, не считая тех, кто релацировался, да, в другие регионы. И это все является импульсом, да, то есть, зарплаты растут, располагаемые доходы населения растут, и население говорит, плевать на высокую процентную ставку, я все равно возьму ипотеку даже под 21%, потому что потом она опустится, а я боюсь, что недвижимость вырастет еще больше. И, соответственно, Центральный банк на это реагирует повышением процентной ставки. Вы на графике видите, каким образом у нас происходит изменение процентной ставки со стороны Центрального банка. На что здесь стоит обращать внимание? Средняя инфляция за 20 лет, да, в России составляла 9,2%. Средний рост курса доллара за тот же промежуток времени где-то в районе 7%. Получается, что у нас курс доллара влияет на инфляцию из-за импортных компонентов где-то на уровне 7%. А выше 7%, 7,2%, то есть вот эти вот 2,2% это инфляция спроса из-за располагаемых доходов. Так вот, на графике что мы замечаем? 2014 год, 2022 год и сейчас резкий всплеск процентной ставки. То есть Центральный банк начинает резко ужесточать денежно-кредитную политику в периоды резкой девальвации рубля. Когда налагают какие-то санкции, какие-то ограничения, которые приводят к тому, что рубль начинает девальвироваться, то в этот период времени из-за того, что у нас очень много приезжает товаров импортных в России, за которые нужно заплатить доллары, возникает резкий спрос на доллары и у населения, и у компаний-импортеров. И это приводит к тому, что импортные товары начинают стоить дорого, импортная компонента в ценах российских товаров начинает расти, и цены на товары начинают расти, приводят к росту инфляции. Чем более резким происходит всплеск процентной ставки, тем более резким происходит его снижение. Потому что Центральный банк достигает своих целей по монетарной политике. Вот как раз-таки на графике 2014-2022 года видно резкий взлет, Центральный банк наблюдает, что происходит с инфляционными ожиданиями, и потом реагирует путем снижения процентной ставки. Соответственно, если мы смотрим на текущую ситуацию, действия Центрального банка, они происходят более планомерно, потому что меняется основа для валютной составляющей. И что меня не может не радовать, что политика Центрального банка всегда была нацелена, что процентными ставками в том числе урегулировала валютный курс. С одной стороны, нам не нужен крепкий доллар, потому что когда у нас крепкий доллар, у нас импорт стоит дорого, и это приводит к высокой инфляции. С другой стороны, если у нас крепкий рубль и слабый доллар, у нас государство начинает мало зарабатывать. Та политика денежных властей, которая была начиная с нулевых годов, у нас каждый раз, если начинаются проблемы дефицита бюджета, мы просто девальвируем рубль. Основные доходы от экспорта девальвировали рубль. Был 30, стал 50, стали получать на 80% больше. Был 50, стал 100, в рублях стали зарабатывать в два раза больше. То есть доходы бюджета увеличиваются. Сейчас практически это невозможно делать, и поэтому мы смотрим изменения налогового законодательства, когда доходная часть бюджета должна формироваться не только за счет валютной переоценки, но и других источников дохода. Я говорю это к тому, что по характеру повышения процентной ставки со стороны Центрального банка, мы видим, что он повышает ее более плавно. Второе, есть негативный и проинфляционный фактор, что в принципе и монетарные власти, и Центральный банк прекрасно понимают и осознают, что высокая процентная ставка приводит к тому, что растет доходность банковских депозитов. Во-первых, ее надо где-то взять, ее надо заработать. Второе, это источник дополнительной ликвидности. Если вся та сумма денежных средств, которые сейчас физические лица сконцентрировали на банковских депозитах, вдруг выльется в потребление, ты получишь такие темпы инфляции, которые невозможно остановить. Снижение происходит более плавно, более медленно, нежели чем повышение. То есть повышение бывает резким и шоковым для того, чтобы сбить инфляцию. Каким образом использовать? Первое, на что я смотрю, у нас действительно начинают замедляться инфляционные ожидания у населения. Это говорит о том, что инфляция будет снижаться. Второе, у нас замедляется бюджетный импульс. То есть те стимулы, которые были сделаны со стороны государства, они постепенно замедляются, они постепенно гасятся. Третье, возникают разговоры о том, чтобы прекратить спецоперацию и начать, по крайней мере, горячую ее фазу, когда расходуется большое количество боеприпасов, в том числе и техники. Ставки по депозитам привлекательны, сокращают скорость обращения денег. И поэтому, скорее всего, Центральный банк достигнет своей цели, связанной с гашением инфляции. А если погасится инфляция, то не за горами будет и снижение процентной ставки. Другой момент, что сейчас уже сделаны такие вещи, что ставка находится на высоких значениях достаточно продолжительное время, и нельзя ее резко гасить. Мой коллега очень хорошую фразу, такую метафору привел. Вот есть денежная масса, которая увеличивается. Эта денежная масса, это подобно дамбе или плотине. И вам, соответственно, чтобы она через плотину не перетекла, все это не размыло, и не хлынула в долину, разгоняя адскую инфляцию, вам нужно постепенно надстраивать уровень плотины, чтобы сдержать эту денежную массу. Смотря на то, что происходит с притоком. И притоком воды, это, во-первых, денежная масса. Второе, это инфляционное ожидание населения. То есть, что давит на вот эту плотину. И вы ее поднимаете. Что происходило в предыдущие годы? Резко сделали надстройку. Соответственно, вода достаточно быстро спадает из-за засухи. И вы тогда опускаете процентную ставку. Сейчас, получается, факторы, которые влияют на рост денежной массы, их достаточно много. И экономические санкции, и бюджетный стимул, и рост реальных располагаемых доходов населения. Девальвация рубля, чтобы государство достаточно много финансировало спецоперацию, и пополнение доходов бюджета. То есть, факторов, которые влияют на наполнение вот этой вот дамбы, достаточно много. Поэтому вам нужно держать на очень высоких значениях. И то, что делает Центральный банк, все он делает правильно. Я слышу очень много призывов, связанных с тем, чтобы отдавать и опустим. Ребят, задумайтесь на том, но, окей, хорошо, со скольки мы, получается, росли? Росли мы там 6-6,5%. Вот представьте себе, Центральный банк опустит 6,5%. Получите вы ставку по депозитам 5-5,5%. Что произойдет с денежной массой в размере 58 триллионов только у физиков? Вы получите еще большую инфляцию, потому что все кинутся потреблять. Потому что ставки по депозитам низкие, за ними же упадут и ставки по кредитам, и это будет еще больше стимулировать. Еще раз, что сейчас необходимо государству? Государству необходимо, во-первых, стерилизовать вот эту избыточную денежную массу, чтобы она куда-то была направлена. И, скорее всего, мы увидим в ближайшие полгода-год существенные изменения в налоговом законодательстве, связанные с ограничением скорости обращения денег. Я не говорю про то, что мы увидим, наверное, запрет на банковские депозиты или изъятие денег. Но будут какие-то введены определенные ограничения. Хочешь забрать раньше года, то или штрафные санкции, или заплати дополнительный налог какой-то спекулятивный. Если у тебя большой объем депозита, то 15% налог. Изменим в налоговом законодательстве, налоговом стимулировании. Стимулирование, длительное время хранить денежные средства. То есть не вводить их в повседневный оборот. Инструменты связаны с инфраструктурным строительством. То есть когда государство понимает, что нужно растить производительность труда, когда нужно дождаться гашения вот этого импульса. Ребят, погасится импульс, погасится экономика. Хотите вы того или нет, Рособоронзаказ уменьшится. Станете работать не в три смены, а в две смены, в одну смену. Такое количество людей не надо будет работать. Стабилизация рынка труда. Это все приведет к тому, что инфляционные ожидания постепенно будут спадать и ставку тоже будут снижать просто более медленными темпами, чем это было раньше. Что же делать в такой ситуации? Первое. Высокая процентная ставка, конечно же, в первую очередь сказывается на доходности 10-летних облигаций. То есть ставки без рисковой доходности и индекс RGBA находится на минимумах. Это говорит о том, что облигации, в принципе, дают привлекательную доходность на более длительном промежутке времени, чем это дают банковские депозиты. То есть сейчас действительно в высококлассных облигациях можно найти доходность больше 22%, сроки инвестиций от 3 до 7 лет. В облигациях федерального займа это доходность при дюрации портфеля 10 лет в районе 16,2-16,5%. Второе. Это приводит к определенному давлению на российском рынке ценных бумаг, потому что есть ставка без рисковой доходности, которая 16,5%. Конечно же, это давляет на рынок ценных бумаг, и мы получаем существенные скидки для компаний. Я вам никогда не даю каких-то прям конкретных рекомендаций на канале, но я вам предлагаю подумать вот над чем. В ситуации, когда высокие процентные ставки увеличивают стоимость обслуживания долга. Подумайте, что в такой ситуации компании, у которых высокая кредитная нагрузка, им становится очень сложно рефинансировать кредиты. У них растет стоимость обслуживания кредита, и в этот промежуток времени эти акции очень серьезно распродаются. Но есть обратная история. Экономика России зажимается. И у нас действительно есть компании, у которых высокая кредитная нагрузка, которые могут размывать доли акционеров, делать допомиссию ценных бумаг, рефинансировать под более высокий процент. И такие компании не нравятся инвестору. Я не говорю, что их нужно бежать и покупать. Я говорю, что стоит задуматься и посмотреть, а есть ли у компании какой-то уникальный продукт, который производится внутри России для российского потребителя. И я думаю, что эту компанию вряд ли дадут обанкротиться, ее поддержат, потому что, опять-таки, у государства для этого будут ресурсы. Но если это какая-нибудь существенная компания, которая необходима... Кто-то меня сейчас обвинит в блуде и скажет, что ни в коем случае в период кризиса не нужно этого делать. Я говорю, на полпроцента, на один процент можно смотреть на то, чтобы покупать компании, которые являются эксклюзивом. У них может увеличиться долговая нагрузка, и поэтому это приведет к тому, что ее будут распродавать. И каждый раз при снижении процентной ставки именно такие компании будут, соответственно, достаточно активно покупать, потому что у них будут уменьшаться риски. Полпроцента от капитала я вложу в такую компанию, от капитала на рынке акций. У меня есть хорошие, качественные компании, которые обладают дивидендной доходностью 12-15%. Соответственно, могу ли я рискнуть? Могу рискнуть, потому что в этом случае цены, по которым торгуются акции, они будут на 50-60-80% дешевле тех периодов, когда они торговались, когда экономика была более стабильна. Ну и третье, на что я считаю, имеет смысл сконцентрировать внимание в настоящий момент, как мне кажется, мы достигли предела. Аналитики говорят, кто-то что повысит, кто-то говорит, что достаточно. Опережающие индикаторы говорят, что факторы, влияющие на инфляцию, все равно замедляются. Сложно сделать прогноз, что будет на октябрьском заседании. Но при этом я бы действительно рассматривал сейчас сокращение позиций в фондах ликвидности, сокращение в флуаторах, линкерах, то есть во всех тех инструментах, где процентная ставка привязана к ставке рефинансирования, к ставке инфляции. Потому что цели по управлению инфляцией в принципе достигнуты. Факторы, которые разгоняли инфляцию, держали ее на высоких значениях, постепенно сжимаются. И поэтому инструменты, которые позволяют защититься от высокой инфляции, в первую очередь флоттеры, инструменты с фиксированным доходом, с плавающей процентной ставкой или фонды ликвидности, они становятся, например, менее интересными, менее привлекательными. То есть они в своей доходности начинают сравниваться с инструментами с фиксированным доходом, где вы будете получать прибыль, когда центральный банк начнет снижать процентную ставку. Многие говорят, вот начнет снижать, вот тогда вот и буду делать. Опережающие индикаторы вам покажут, что будет снижать. И когда вы захотите переложиться, цены будут уже совершенно другие. Нужно делать немного загодя, хотя бы там за 3-6 недели до снижения плечевой ставки. Наступает время, когда стоит об этом задуматься, поэтому я предлагаю вам над этим подумать. Если же вам интересно, что конкретно покупать в рамках облигаций, что позволяет на этом зарабатывать, ссылку на мастер-класс по облигационному портфелю, который есть в рамках нашего проекта, вы можете получить, пройдя по описанию к данному видео. Сейчас очень привлекательные доходности по среднесрочным, долгосрочным облигациям 22-23%, которые можно получить. Приходите, забирайте, к тому же сам мастер-класс абсолютно бесплатный. У меня на этом все, на связи был Максим Петров, пока-пока и удачи! Продолжение следует...